В эти выходные в Чульмане прошли досрочные выборы на пост главы в связи с отставкой Татьяны Эковой. За кресло муниципального управленца боролись четыре кандидата. В выборах приняло участие около четырех тысяч жителей. Тему продолжит Надежда Акимова. В день выборов на пяти участках, которые были организованы в поселке Чульман и один в селе Хатыми, проголосовало 3399 жителей. Явка составила от общего количества избирателей 49,56%. Обязательно нужно ходить. Обязательно. Если не мы, кому больше ходить чего. Если никто не будет ходить, значит будут делать то, что хотят делать. А так наш голос будет влиять на что-то. Будем надеяться на это. Ну, хочется верить в это, что мой голос будет что-то значить. Голосовать в любом случае необходимо. Эти выборы стали сложными, ведь начало агитационного периода выпало на новогодние праздники. И поэтому срок для полноценной предвыборной гонки у кандидатов был сжат. Не гнушались использовать и черный пиар. Дискредитирующие листовки и выпуски печатных изданий несуществующих газет. В Нерюнгринской избирательной комиссии до дня тишины было зарегистрировано 5 больших нарушений. По данным фактам правоохранительные органы проводят проверку. Пробрасываются газеты несуществующие, такие как Нерюнгринская правда. Пробрасываются листовки непонятного происхождения, которые дискредитируют кандидатов и вводят местное население в заблуждение. После закрытия участков и подсчета бюллетеней стало известно имя победителя. Им стал Сталик Дерягин. Он обошел своего главного соперника от партии «Единая Россия» Вячеслава Нама почти на 500 голосов. Я хочу, конечно, поблагодарить жителей поселка Чульман, те, которые пришли на выборы главы поселка Чульман. Я хочу, конечно, поблагодарить правительство республики Саха-Якутия, которое оказало мне, во-первых, доверие и администрацию Нерюнгринского района. Поддержка с двух этих структур, как правительства, так и администрации района, она была. Надо отметить, что во время выборов Сталика Дерягина поддержали разные представители партий. И поэтому его победу можно назвать консолидированной. Надежда Акимова, Дмитрий Горбов, Кирилл Федоров, НВК Саха, Нерюнгрин.